Отель, где мы остановились, называется вот так, Эдди Росс. Помимо того, что у него шикарное месторасположение, он находится в самом центре Анапы, а это значит, дает доступ ко всем каким-то достопримечательностям быстро, то есть там не нужно с одного конца добираться до другого, просто ходите в центре и это всюду катаетесь. Еще самое что клевое, что в этом отеле включен стоимость проживания завтрак. А это значит, что проснувшись, вам не нужно делать голову, где кушать, куда бежать. У них здесь своя столовая, спустились и позавтракали. Ребята, тут такая есть детская игровая зона, кольца, лестницы, такая типа трава, бескарказная, мебель, лавочки огромнейший, медведь, вигвам, стол, кухонка. Ребята, всем привет, вы на канале Семена Шимоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если еще этого не делали. И сегодня мы отправимся с вами на центральный пляж города Анапы, именно из того гостевого дома, отельчика, где мы остановились, Эйди Рос. Ссылочки для бронирования я оставлю в описании под этим видео. Звоните, пишите ребятам и бронируйте. У них здесь точно хорошо детская банька. Вот Сема походу дельфина заберет. Так, и вот тут всякая терраска и готовка. Ребята, кстати, делают свои экскурсии. У них микроавтобус есть большой, Toyota Alphard. Идем. Нам сюда, ребят. Вот такая тут парковка. Наша машина припаркована. Вот, и будем сейчас двигаться на центральный пляж Анапы, где песочек. И все вам по пути показывать, прогуляемся. Значит, давайте выдвигаться. Смотрите, здесь есть такой классный сосновый сквер. Здесь есть вот скейт-парк, прям вот он. Вот, и здесь можно зайти до таких пляжей. Они отчасти немножко даже диковатые. Вот, но обустроенные. Просто там заход не песчаный. Может, кому-то нравятся камушки, гальки. То вам нужно будет, если здесь заселитесь, ехать, либо идти туда. Для того пляжа идти, конечно, чуть дольше. Метров где-то 900. Возле дома есть сытные блины, две печи. И наше любимое сурф-кафе. У них здесь, конечно, такая странная концепция. Просто лавочки, чтобы сидеть. И все. Обычно сурф-кафе делают такие еще детские площадки, шарофо. Но тут как-то так они сделали. Так, сейчас будем переходить дорогу. А вот тут улица уходит к морпорту Анапы. Здесь сразу тоже начинается такой сквер. Установлены красивые цветочные часы. С надписью Анапа показывают. Между прочим, точное время я проверял. Здесь есть квас, большущая парковка. По пути есть, смотрите, афиша, где можно ознакомиться с какими-то концертами, которые проходят в Анапе. И есть туалет. По-моему, мы всегда показываем, где есть туалет, потому что части это прям проблемы. Так, распечать. Стуалет не видел такие ларьки. Так, ух ты, йогтальмасово, хера себе, блядь, несется. Так, дальше продвигаемся. Здесь есть магазины, ваналкомаркет, есть рынок. Как хозяйка сказала, он хороший. И впереди вот эта арочка, видите, красивая такая. Вот мы как раз через нее сейчас пройдем. Заодно посмотрим сквер и почти уже не на пляже. Сегодня температура градусов, наверное, 29 у нас утра, 10 утра. И жарит, конечно, фух, сильно. Да, нас Анапа встретила с шикарной погодой. Все дни, сколько мы здесь находимся, прям вообще от души. Здесь, смотрите, нижнее белье, ортопедический салон, обувь. И там подальше рукодельница. Какой-то магазин всяких вас, напитки и вот такая вот арочка. Прикольно, установили. Так. Ну, тут можно приедете сюда, почитаете. О, какое эхо. Анапа, военная история, про Париж, ну и, видимо, про полководцев. И вот такая вот, смотрите, большая площадь. Есть пункт полиции даже. Спуск для колясок такой. Придумали они интересный. Да, большая площадь. Вот тут установлена сцена. Есть кефиси, кому нужно. Шаурма, хот-дог блины. Кавказская кухня. Тайская мороженая есть. Еще одна палатка-квас. Тентовый навес. Так. И есть вот такой вот, видите, указатель. Вот, даже есть, видите, поющие фонтаны. Если пойти туда, пять минут. Кстати, вот, смотрите, есть на прокат можно взять самокаты. Есть, есть приложение Урэнд. Есть приложение ВУЖ, я видел. И вот это я не знаю, что это приложение. Как пользоваться электросамокатами, посмотрите выпуск, оставлю в описании под этим видеороликом. Смотрите, есть большая теневая детская площадка. Здорово. Смотрите, какая она большая. Большая и новая. А вот там подальше есть прокат детских электромобилей. Еще какое-то кафе. Да, класс. Вообще, тут вот сколько мы ходим, смотрим. Здесь все детские площадки почти теневые. Здорово. В общем, если вы со спиногрызами, как мы, то я думаю, что вам точно здесь зайдет. Народу пока немного. Посмотрим, как будет на пляже. Надеюсь, что нам удастся покупаться не в борще. Ну, а вы вместе с нами. Ну, ладно. В любом случае, посмотрим берег, потому что мы что-то ходили везде на скалистую местность. А про песок совсем забыли. Установлен памятник. Опять елочка. Так, люди вот все идут с надуважками. Так, а мы без надуважков. Так, русские ворота и остатки стен крепости. Вот, видите, да? Крепость, остатки. Велодорожка. Есть знак. Очень здорово, что до моря, вот до этого пляжа, идти по теньку. Не плавишься на солнце. Кстати, что до того каменистого пляжа, там тоже идешь полностью в теньке. Только перед самым пляжем уже начинается солнышко. А в целом почти весь путь в теньке. Но здесь вот быстро, вот мы уже почти и дошли. Так. Вон тут как раз мы попали, видите, на разгрузку хлеба. О, я уже вижу морюшко. Красота. Так, это что? Это, видимо, ресторан, я себя правильно читаю. Риско белосиний. Так, тут прямо на берегу стоит какой-то отель. Техняя территория. Басик. Так. И кафе. Черский аул. Да, тут пошла, значит, такая набережная. Можно пройтись по набережной. Давайте немножко подойдем. Кстати, видите, набережная тоже, в принципе, в теньке. Установлены шары. Так. Вот он, проход к пляжу. Сейчас туда пойдем. Так. Высадки, клумбочки. Все красиво, аккуратно. Все здорово. Так, сейчас попробуем подойти вот сюда и посмотрим, какие виды открываются. Но купаться, видимо, здесь нет. Люди идут именно в ту сторону, в сторону пляжа. Да, здесь больше такая вот смотровая. У-у-у-у. Гляньте, сколько там людей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребята, это нечто. Люди, люди даже не лежат, потому что мест просто нету. Вот это да. Поэтому многие ходят именно на дикие места, потому что, чтобы хотя бы покупаться. Вот в этом борще купаться, ой, я не знаю как. Ладно, пойдемте смотреть. Ну что, будем, значит, давайте спускаться к пляжу. Я опять не уверен, что мы будем там купаться. Но посмотрим. Ну, по крайней мере, пройдемся по берегу. Я покажу вам конкретно обстановку. Пройдем сквозь толпу. Где-то, возможно, посмотрим по ценам, сколько стоят всякие лежачки, еще что-то. Но сами, ребята, оцените ситуацию в комментариях. Потому что вот набережная пустая, а пляжи забиты. Так, вот видите, сразу предлагают какие-то экскурсии. Дети залипли у нас в надуважки, хотят, видимо, выбрать. Здесь все греческий такой стиль. Так, вот надувахи тут есть, кафе. Да, все красиво, но как поверну голову налево, так сразу аж передергивает. Здесь кафе, рестораны. Вон, пять шариков мороженое стоит все 100 рублей. Лев. Так. Пляж от санатория. Мотылек. Вот этот вот пляж. Забит, видите? Но туда спокойно можно, конечно, сходить. Количество мест 290. Да, мне кажется, это микс-3. Всякие, видите, детские развлекушки впереди есть, а по-фар, который, по-моему, не работает. Ну, сейчас, не знаю, сейчас найдемся, тоже посмотрим. Вот он уже. Нормальный, так сказать, вход на пляж. Ну, что, ладно. Пойдемте заходить. Ну, что, все, пойдемте в трэш. Пройдемся. Не знаю. Настенька, конечно, говорит, что купаться мы тут не будем. Наверное, да, купаться мы тут не будем, потому что людей, ребята, очень много. У-у-у-у-у-у-ля-ля. Люди просто стоят. У-у-у-у-у-у-у-у-у-лай. Я не знаю, тут единственное, надо, наверное, на дроне подняться сейчас. Вообще, вообще, как ходить? Как тут ходить? Ну, давайте хоть море посмотрим. Ну, море вообще чистенькое, очень чистенькое. Класс. Честно, ребята, я не знаю, как можно тут отдыхать. Какой кайф можно получать от отдыха в Анапе, когда тут реально негде лечь. Я не знаю, идешь просто по берегу и вот так вот охреневаешь. Я думаю, встать где-то с краю нам. Сейчас посмотрим. Так, ну вода, конечно, да, чистая, мутноватая. Вон у меня пацаны уже пошли. А я тоже иду, но я иду в футболки, потому что окунаться здесь точно не буду. А вот так вот этот пляж смотрится с воды. Блин, я не знаю, мне кажется, ротовирус точно обеспечен, если здесь покупаться, глотануть воду. Так, ладно, будем идти вот так вот иногда по морюшку, иногда через людей. Но, конечно, да, тут интересно. Жесть. Это вот, ребята, июль, 21-й год. Копец. Да уж. Но здесь есть пляжи, на которых нет столько людей. Мы их обязательно отыщем и покажем. Ну а вы, если хотите, прийти либо сюда, на городской, либо будете кататься на те секретные, так называемые, труднодоступные. Да уж. Вот это да. Слушайте, я не знаю, я иду, у меня слов нет, одни эмоции. Да, каждый, наверное, каждый второй с детьми, конечно, все идеально для детей, но мне кажется, что есть некая опасность словить вирусняк какой-нибудь и потом просидеть весь свой отпуск. Ну все. Я думаю, что дальше вообще нет смысла двигаться, потому что идти в такой толпе, ну, просто даже неприятно. Поэтому пойдемте куда-нибудь дальше. В общем, здесь параллельно пляже есть вот заход на пляж и есть такие всякие различные палатки, есть аквапарк. Так вот, не знаю, работает он или не работает, просто никаких движений там не видно. Давайте пройдемся здесь по торговой линии и попробуем проскочить чуть-чуть на другой пляж, но я думаю, там людей точно меньше не будет, потому что с берега смотришься, а береговая линия, ребята, вот так вот усыпана людьми. Но это никого не смущает, кроме нас. Мы на самом деле просто вот, ну, реально за какие-то дикие места, где происходит уединение с природой, где ты действительно по-настоящему наслаждаешься морем. Здесь, значит, по бутикам всякие вот купальники, сувенирчики, одежда всякая разная, мужская, женская, детская. Вот даже есть автомобильные всякие аксессуары. Так, что еще здесь есть? Ну, все, в принципе, наверное, пожалуй, вот в таком туристическом стиле есть. Есть ресторанчики. Так, единственное, что столовых не видел пока. Есть именно такие из раздела рестораны. Так, есть фонтанчик. Вот кафе Маби. Собственно, они, видимо, и восстановили здесь такую террасу. Фонтан и пляж. Классно, что сделали зоны для курения на пляжах, на всех почти. Вот, и курить на самом пляже нельзя. Это, конечно, очень хорошо. Здесь, судя по лежакам, немножко посвободнее. Так, давайте сейчас, может быть, попробуем сюда пройтись еще. Посмотрим. Ну, не, ну, здесь тоже, в принципе, забито. Называется это, ребята, все, золотой пляж. Вот, кому нужно, вот так это все выглядит. Так, двигаемся дальше. Повсюду есть на лавочках эмблемы, что это золотой пляж. Педикюры всякие, маникюры, мед, травы. Даже вот есть для детей концтовары. Такой красивенький сквир. Сделано все красиво, стильно, аккуратненько. Здесь, за забором. А, ну вот он, кстати, аквапарк. И аквапарк, ребята, работает. Вот так вот. Смотрите. Здорово. Да, и вон тот большой тоже, кстати, работает. Я не знаю. Так. Идем дальше. Кто смотрит данный видеоролик, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой аквапарк в Анапе самый клевый, куда можно сходить с детками. Мы как бы не местные здесь, не знаем. Я знаю, что в Геленджике есть очень крутой аквапарк. Я когда-то там был, когда был маленький. Он действительно там очень крутой. Ну и вот детская зона, видите. Вот детвора тут скатывается. Ну здорово. Да, отлично, что работает. Если что, это называется просто, видимо, вот так вот Анапа. Аквапарк. Золотой пляж. Арка у них такая. Да, и вот он вход. Давайте немножко зайдем, посмотрим. Там дальше вывеска есть, центральный пляж. Люди пользуются таким природным теньком. Под соснами лежат. Все правильно. Есть сразу детская комната. Конечно, она, правда, расположена под солнцем. Мелкий-мелкий-мелкий песочек. Вот вообще буквально вот там вот через километр там галька, скалы. А тут вот так вот прям класс. Вот это вот Анапа, с которой мы познакомились изначально в 2017 году. Есть всякие таблички предупредить или на территории не курить, не садить, между лежаками не располагаться. Вот, все так закрыто. Много, конечно, всего свободного. Горки, катамараны. Ну, все, в принципе, поплась. Волны нету. Да, вот такой вот золотой пляж. Вот так вот люди отдыхают. Ну, сами видите, ребят, сколько здесь людей. Купец. Так, ребята, мы все-таки отошли подальше на золотой пляж. Здесь людей поменьше относительно того берега. Это, видимо, связано с тем, что просто не охота никому идти по солнцу. И вон там уже людей очень много. А здесь прям такое окошко, что можно, в принципе, вот спокойно зайти. Не так уже многолюдно. Поэтому сейчас дойдем до того момента, где хотя бы будет вот так. И вернем. Вот кто-то ругает Азовское море за мелкоту. Вот в Анапе так же. Вот мы шли по поясам. Вот я снова иду по колено. Так, сколько идти, не знаю. Но мы уже далеко. Обстановочка, ребят, вот такая вот. Да. Прикол, конечно. Фух. Но вода. Вода мне нравится. Плавают рыбки. Здорово. Не ледяная. Она пивает такое течение резко. Вот так сменяется. И вода становится леденющая. Так. Фух. Пока зайдешь, уже устанешь. Ладно, я предлагаю... Я предлагаю прям тут нырнуть. Давайте. Готовы? Раз, два, три. Вода очень клевая. Ух. Какой кайф. Да. Подальше ушел. И все нормально. Но это точно. Фух. Ну вот, смотрите. Я дошел, кстати, до глубины, где мне по шейку. Вот. Смотрите-ка, все это смотрится. Со стороны моря. С буйков. Ох. Вот они, буйки уже. Фух. Ладно, давайте еще раз нырнем. Вода чистая. Что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился, сами видели обстановку, вот, но расположение, я говорю, вот от этого отеля, оно классное, и, в принципе, есть выбор, либо дикие места, либо здесь центральные, плюс вся движуха, аквапарки, все, так сказать, в одном, да, на одном пяточке, в одном такой районе, это, конечно, очень клево. Но, судя по людям, люди, ну, приезжают, я просто говорю, это не совсем наша история, мы любим уединенные места природные, чтобы насладиться природой. Поэтому на машине ездим на дикие пляжи, да? Ну да, да, если вы на тачках, то вообще спокойно туда-сюда сгоняли. Пишите, как вам в комментариях под этим видео, делитесь этим видеороликом в своей социальной сети. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!